Всем привет, я Влад, это магазин Попади в Десятку. Сегодня у нас на обзоре PCP винтовка Крал Панчер Брикер 3 Эмпайр Икс в калибре 5,5 мм с колбой. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы, конечно же, помогать нашим видео в продвижении. Про комплект. Давайте для начала скажу вам о том, что ложе здесь сделано из ореха. А вот теперь уже можно и про комплект. Комплект вот в такой вот коробке идет. Внутри здесь лежат два магазина барабанного типа, рассчитанные на 12 зарядов. Однозарядный пулевой лоток, если вдруг он вам пригодится. Заправочный штуцер и вот шестигранник. Шестигранник. Все, больше в коробке нету ничего. Об остальном я расскажу уже, конечно же, дальше. Погнали! Интернет-магазин Попади в Десятку. Это модель турецкого производства от компании Крал Армс и относится к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на правой стороне изделия установлен манометр. Стреляет же винтовка валанчиковыми пулями калибром 5,5 мм. Для произведения выстрела винтовку нужно, конечно же, взвести и делается это при помощи затвора. И, кстати говоря, взвод здесь передний, затвор находится на правой стороне корпуса. Пробуем. Все, взвели. После этого... Оу, все правильно. Можно уже и стрелять. Делать так нужно будет постоянно, именно взводить ее перед каждым выстрелом, потому как стреляет она только в одиночном режиме. Предохранитель находится рядом со спусковым крючком. Для прицельной стрельбы у винтовки предусмотрена планка Viver 22 мм, куда можно, конечно же, абсолютно спокойно уже установить дополнительное оптическое оборудование, как, например, это сделал я. Но в комплекте оптика не идет, ее нужно докупать отдельно, но это не проблема. У нас в магазине огромный выбор оптики, поэтому заходите и выбирайте. Если вдруг будете затрудняться с выбором, то наши специалисты, конечно же, с большим удовольствием и желанием вам помогут. Тыльник у винтовки резиновый. И помимо этого, он еще и регулируется по высоте. Зажимаете вот эту кнопку. Так. И вот можно его уже поднимать. Все, пожалуйста. Здесь он также встает, фиксируется. Все, он неподвижен, вы его не сможете сдвинуть. Такая вот довольно-таки приятная функция, по моему мнению. Длина изделия 760 мм, из которых 480 мм. Это длина ствола. Объем ресивера 600 кубических сантиметров. Вес винтовки 3 килограмма и 830 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 300 метров в секунду. Но на территории России винтовки, конечно же, находятся в ослабленном виде с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для ее приобретения не нужны специальные документы. Приходите и покупайте, или же делайте это и вовсе онлайн, если так вам будет более удобно. Но вам должно быть, конечно же, 18. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я подскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Но приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную PCP винтовку подходит к концу. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, как же вам винтовка или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо, пока и до новых обзоров.